Вы сказали, что какой-то менталитет отличается. Ну, понятно, что российский от американского отличается. А можно ли говорить о каком-то, скажем так, менталитете лиги? Отношения у нас, отношения у них. Ну, опять, я считаю, я, наверное, не буду каким-то таким супер, там, как вот, знаете, эти экстрасенсы, да, они там все вот это вот так вот, да. Нет, здесь просто национальная хоккейная лига, у них все поставлено на заработок. То есть это чисто такая бизнес-ситуация, где люди просчитывают свои доходы, четко понимают, сколько у них, сколько они должны тратить на зарплаты игроков, на вот эти все вещи, сколько они должны зарабатывать, как они должны людей заманивать на хоккей для того, чтобы выиграть конкуренцию с тем же бейсболом, баскетболом, американским футболом. Конкуренция очень-очень серьезная, потому что и ввиду того, и кризиса, ну, и вообще экономической ситуации в мире, что не все себе могут позволить и так выбросить там несколько сотен долларов, чтобы пойти и посмотреть там, я не знаю, Алендерс Нэшвилл, да, допустим, или еще что-то. То есть здесь идет очень серьезная борьба именно за выживание, за то, чтобы выиграть эту конкуренцию с другими видами спорта, за те деньги, которые люди могут потратить, потому что они, в принципе, ограничены. Вот. То, что касается нашего хоккея, здесь больше, наверное, и это здорово, с одной стороны, для нас, для игроков, что есть определенные амбиции разных клубов, клубов разных владельцев, клубов разных, ну, там есть несколько, наверное, нефтяных компаний, да, которые тот же российские железные дороги, которые «Локомотив» поддерживают. Борьба между ними, кто круче, да, у кого лучше команда, у кого лучше идет работа по селекции игроков, кто вот это, это, это. И это тоже имеет право на жизнь, я считаю, в нашей ситуации, чтобы создать определенное шоу, определенный праздник для тех людей, которые живут в разных городах, потому что взять ту же «Магнит», там, «Битком», обычно полные стадионы, и взять тоже «Казань», «Уфа», это вот наши лидеры, и тот же, я не знаю, вот сейчас «Нижний Новгород», там полные стадионы, и Новосибирск, и Хабаровск, и, то есть, любая команда практически нашей лиги достаточно сильно посещаемая, к сожалению, может быть, не так сильно в Москве люди ходят на хоккей, но я думаю, что это все изменится, и со временем в Москве тоже будут полные трибуны. Возвращаясь к ЦСКА, как бы вы оценили перспективы на будущее, ну, начиная со следующего сезона, учитывая, наверное, небольшой спад в этом году? Спад, в смысле… Спад в этом сезоне не самый удачный. Я считаю, что не то, что самый удачный, неудачный, но команда в прошлом году не попала в плей-офф, в этом году она попала в плей-офф, поэтому сказать, что произошел спад по сравнению с прошлым сезоном тоже нельзя, то есть все равно попадание в плей-офф есть определенные достижения. Другое дело, что все как бы считают и думают, и, наверное, это правильно, что команда могла просто с учетом того состава или тех игроков сыграть сильнее, или занять более высокое место, и там сыграть больше игр, или больше давления оказать в плей-оффе на соперников. Может быть, да, в этом плане, конечно, может быть, не реализован определенный потенциал, но говорить о том, что произошел спад по сравнению с прошлым сезоном нельзя, потому что все-таки команда попала в плей-офф, и это достаточно, ну, не скажу, что достижение, но, в принципе, определенная ступень для роста, для будущего, это, конечно, есть, потому что очень много молодых талантливых игроков, которые в первый раз в этом году попали в плей-офф, играют на взрослом уровне, так будем говорить, и для них этот опыт, конечно, огромный для их роста, для их потенциала. Просто создается впечатление, что ожидания болельщиков, видимо, очень высокие, какой-то прессинг ощущается. Это всегда, не прессинг, конечно, всегда хочется их радовать победами, успехами, и хотел бы сказать большое спасибо тем именно болельщикам, которые здесь в Москве поддерживали, и ездили с командой по разным городам, и всегда их поддержка, иногда так, не так много, но все-таки вот те люди, которые реально болеют за ЦСКА и помогают команде, без них, конечно, очень было бы сложно, и всегда приятно, когда в любом городе, где ты играешь, есть твои болельщики, поэтому здесь, опять же, здорово, что они ждут, что у них есть такие ожидания, и надеюсь, что команда ЦСКА еще их эти обещания, ну, не обещания, а как воплотит в жизнь, и покажет тот хоккей, который от команды ждут болельщики. Можете вспомнить самую важную шайбу в своей жизни и самые напряженные матчи? Самую важную? На каждом этапе есть определенные важные ситуации, и вот один из важных, допустим, я считаю, это был гол там на чемпионате мира, когда, молодежным еще, когда мы выиграли у шведов в 4-3, и там вообще была такая банальная ситуация, счет был 3-3, остается где-то минуты 20, наверное, до конца игры, и была такая классная комбинация, разыгрывал, там Андрюха Николишина дает, Лехи Ковалевой, они мне прямо в центр, я выхожу один на один и реально просто падаю посреди этого, посреди зоны, запинаюсь, падаю, и, ну, и, конечно, этот, то есть я так расстроенный, сел на лавку такой сижу, и Петр Ильич Воробьев, он был старшим тренером, оказывается, там буквально остается 45 секунд, но я не помню точно время, там минута, может быть, там было выбрасывание в зоне атаки, и он почему-то говорит, давайте, ребят, пошли, вот, ваша смена. Я, оказывается, с правой стороны, по-моему, Фосберг был на выбрасывании, точно не скажу, этот, ну, их первое звено, скорее всего, Питер, да, был на выбрасывании, сейчас только не помню, вот, и я как-то почему-то решил именно выигрывать вперед, а не назад, и такая ситуация, то есть я вот вперед выигрываю шайбу, а все шведы побежали на наших защитников, и оказалось, что вот с угла у меня такой даже не хороший шанс, а просто был бросок по воротам, вот, я бросаю, и шайба как-то там между щитками, короче, заваливается в ворота, я так еду за воротами, смотрю, Леха Ковалев радуется, говорит, это, вот, и так все-таки мы достояли до конца, 4-3, и раньше не было вот таких игр плей-офф, да, и вот эта игра со шведами была решающая за первое место, то есть мы стали чемпионом мира среди молодежных команд, это очень важно, и потом после игры я приехал в раздевалку, снимаю коньки, и смотрю, у меня, оказывается, треснуло лезвие пополам, и, видимо, во время, когда вот я катился, просто выпало из, ну, как стакан хоккейный и задело залет, и вот, как бы, вот этот для меня момент очень такой, ну, вообще важный в истории был, потому что то, что там я упал посреди, в самый решающий момент было, конечно, вот, А так, в плане, были и голы в овертаймах, в плей-оффе, вот, игрались Нью-Джерси Дэвиллс, там очень важный такой гол забил, и в игре даже не гол, а вот момент, который, там, я отдал пас, забили с этого паса, и первый раз Оттава попала в плей-офф, это было тоже очень так интересно и празднично, потому что это именно решалось в последней игре, если бы мы проиграли, мы бы не попали в плей-офф, если бы в ничью сыграли, тоже, по-моему, не попали, все зависело от другой игры, но раз мы выиграли, мы попали в плей-офф, то есть вот такие моменты, они, конечно, запоминаются в жизни, и я их помню. Хотели бы вы в будущем стать тренером, есть ли такие мысли, или, может быть, вообще, если, ну, когда карьера будет закончена, хотели бы отойти от хоккея, может быть, чем-то другим заняться, задумались ли об этом? Еще точно не знаю, но насчет тренера, как бы, не совсем, потому что я, как бы, четко понимаю, что те люди, которые, допустим, мне не нравятся, да, они никогда играть не будут в моей команде, независимо от кого. То есть вот в этом плане брать на себя ответственность за то, что там человек, допустим, мне не нравится, и ломать его карьеру и судьбу, мне как-то это немножко, ну, не знаю, то есть я не то, что не вижу, в жизни всякое бывает, но я пока не вижу себя, как вот именно тренером, потому что это, конечно, должно быть определенное, я считаю, образование, не только хоккейное, плюс еще психологическое, и вот эти взаимоотношения, наверное, психологические между тренер-игрок, там, тренер-руководства команды, они очень сложные, вот насколько я вижу, поэтому я не думаю, что, не то, что они мне не под силу, к всему можно научиться, но я не знаю, хотел бы, чтобы это было моим именно коньком. То, что касается остаться в хоккее, то есть много разных других способов, и, конечно, без хоккея, как бы, наверное, не обойдется, вот, то есть, а чем я буду заниматься, пока сложно говорить, хочу еще пару лет поиграть и порадовать своих болельщиков, ну, и себя тоже, этой атмосферой хоккея. Вот сейчас Радулов оказался в НХЛ, об этом много в последнее время пишет, обсуждает, как вы думаете, какие там у него перспективы, что скажете вообще об этом? Ну, то, что Саша очень сильный игрок, тут вопросов нет, и мы все хотим пожелать ему удачи, и посмотрим, это будет очень интересно, как он сможет вернуться, как сможет проявить себя, потому что понятно, что от него сейчас ждут очень многого в Нэшвиле, и будет непросто сразу адаптироваться и найти контакты с партнерами, с болельщиками, и с тренерским составом, то есть, это будет достаточно тяжело все сделать, но он очень сильный игрок, и я надеюсь, что у него все получится.